У нас в гостях Антон Алмазов, представитель компании 1С, архитектор бизнеса. Антон сегодня выступал в качестве спикера в рамках CPM. Антон, о чем велась речь? Здравствуйте. Я рассказал о работе с постоянными клиентами. Как известно, работа по постоянной клиентской базе гораздо выгоднее, повышает маржу бизнеса, потому что если мы продали что-то новому клиенту, там обязательно есть налог на маркетинг, так называемый, затраты на маркетинг, сильно снижающие маржу. При работе с постоянными клиентами этих затрат нет, и это серьезно повышает рентабельность. Работа с постоянными клиентами удобна, потому что у нас есть возможность написать, позвонить. Есть множество информационных поводов, рассылки, какие-то новые информации о бренде, акции. Вот весь этот инструментарий во многих компаниях очень хорошо проработан. Есть одна проблема. Чтобы реально его задействовать, в базе должен быть порядок. То есть нам нужно понимать, как обратиться к человеку по имени и отчеству, в какой канал ему написать, да, это WhatsApp, Viber, по почте. И, собственно, вот о том, как навести порядок в клиентской базе, чтобы мы могли все вот эти инструменты коммуникации с постоянными клиентами выстроить, навести в них порядок и реально осуществлять. Об этом был мой рассказ. Как часто сейчас, в век цифровых технологий, информация меняется, вот как раз-таки инструмент подхода к клиенту? Ну, сейчас все больше доходит до практики, я бы так сказал. Потому что если раньше о том, что с клиентом надо коммуницировать, о том, что нужно какой-то BI внедрять в нашу жизнь, можно было услышать только на выставках, то сейчас есть реально клиенты, которые используют эту практику. Если там год, два года назад эти вещи уже можно было встретить активно в e-commerce, то сейчас это доходит до оффлайна. То есть если в базе данных розничной сети, да, у вас есть система сбора, обработки данных, вы уже можете использовать, в общем, инструменты работы, и коммуникации с клиентами, даже если вы не какой-то гигант цифровой мысли, и простые инструменты учетные, да, позволяют нам уже осуществлять коммуникацию с постоянной клиентской базой. То есть это стало такой вот реальной практической возможностью. Антон, спасибо вам огромное. Оставайтесь с нами. Антон, спасибо вам. Абария. Спасибо вам. Продолжение следует...